Здравствуйте, друзья, с вами Павел. Сейчас снимаю видео о том, как подключить датчик HCSR501, датчик движения, к Raspberry Pi. У меня есть похожее видео, снимал я его подключая к Ардуино, к Raspberry Pi еще не подключал. Но и тут хочу немножко усложнить, чтобы наши движения записывались в базу данных, и мы всегда могли посмотреть, в какое время это происходило. Что нам для этого понадобится? Сам датчик, диод, макетная плата, контактные провода, ну и собственно Raspberry Pi. Ну что ж, по техническим характеристикам я думаю не буду проходиться. В прошлом видео по этому датчику уже все обговорил. Так что давайте, наверное, перейдем на компьютер, но далее я настройку покажу. Ну что ж, друзья, для настройки датчика движения на Raspberry Pi давайте подключимся к ней. Сервер, веб-сервер у нас уже настроен, настраивали мы его в прошлом видео, поэтому продолжаем настройку, уже непосредственно для датчика. Так, ну первым делом давайте установим Python MySQL DB, модуль для работы Python с MySQL, потому что будет скрипт с работой, к MySQL будем подключаться. Так, ну что ж, после того как установили модуль, давайте зайдем в PHP MyAdmin наш. Вон, зашли. И создадим прям в базе данных PHP MyAdmin две строчки. Первую назовем, вот и он, то есть движение, да, тип у нас будет варчер 20, 20, вот. Так, а второй будет у нас DateTime, DateTime, тип у нас тоже будет DateTime. Так, ну и все, сейчас единственное, делаем мы у Примори. Так, сохраняем. А, заполните имя таблицы, ну давайте имя таблицы у нас будет, мотен, тоже движение. Все, создали. Так, что у нас тут? Подойдите. Так, все вроде бы хорошо. Да, вот две, создались две таблички. Так, ну что ж, теперь, давайте перейдем в каталог Home, создадим папку Python, перейдем в нее, перешли, теперь создадим скрипт. Ну давайте вот так же и назовем, сейчас, да, но, motion.py, да, создали, вот, и копируем скрипт. Важно понимать, я его оставлю, ссылочку на этот скрипт в описании, вот. Значит, первое, что мы делаем в нем. Вот, адрес сервера BD, пишем. У нас будет локальный адрес 127.0.1. User в базе данных у нас root. Пароль BD. Пароль BD у нас будет, какой мы ставили, 123456789. Название BD. PHP MyAdmin. Так, и что еще? Еще у нас вот этот элиф, он немножко не там стоит, где должен быть. Его надо поправить. Так, есть. Сохраняем, значит, попробуем. Все, видите, я вот пошевелился, может, motion detected показывает. Все, сейчас ready. Еще раз шевелим. Motion detected. Все замечательно. Так, скрипт питона работает. Да, совсем забыл. Скрипт питона это хорошо заработал. У меня это все подключено, а вы даже не знаете, как это все подключить. Так, поэтому смотрите. Вот она картинка. Это наш датчик движения. Значит, на шестой пин Raspberry Pi у нас будет земля. На 26 пин, это GPO7, мы подключаем out. Ну, это как раз наш ввода-вывода. И на второй пин подключаем, где у нас 5 вольт, на Raspberry Pi подключаем само питание. Так, важно заметить, что 7-ое GPO, это у нас один из сплайм модулей. Вот их у нас два. Их вот GPO8 и GPO7. То есть на GPO7 мы подключаем датчик одним контактом, а на GPO8 мы подключаем плюс диода. То есть мы еще взяли красный диод. Плюс диода подключаем на GPO8, то есть это на 24-ый порт. А минус диода подключаем на Ground тоже. Вот. Ну все. Значит, со скриптом разобрались, скрипт работает. Значит, что делаем далее? Далее переходим к PHP скрипту. Для этого заходим в var.vv.html. Зашли сюда. Здесь у нас есть индекс HTML. Это у нас индексовская страничка, тестовая страничка Apache. Значит, тут же создаем нано. Ну давайте назовем show.php. Зашли. Чистый лист. Сюда копируем наш скрипт PHP. Также все делаем. Значит, сюда мы пишем адресу нашей базы данных. Так. Тут у нас логин. Логин у нас будет root. Пароль такой же. 23456789. Пароль сделали. Теперь база данных. База данных у нас PHPMyAdmin. Вот. Да. Еще забыл показать. Вот смотрите. То, что мы проводили рукой, по идее, в PHPMyAdmin должно это все показываться. Точнее, вот в Motion, да, это все показывалось. То, что у нас в 16.01 произошло движение. Если посмотрим Ctrl-X, сейчас введем date, то как раз вот сейчас 16.05, то есть 4 минуты назад, но как раз я рукой проводил. Далее. Значит, тут мы исправили PHPMyAdmin. Значит, что можем еще исправить? Тут будет две таблички. Ой, точнее, два абзаца. Подия и час. Но час это понятно, мы на время поменяем. Так, а это давайте действия. Так, очень буквами некрасиво. Время и действия. Ctrl-X сохраняем. Сохранили. Все. Теперь у нас все, по идее, должно работать. Что мы делаем? Перезапускаем у нас Apache. То есть, вводим etc, etc init.d, Apache 2. Рестарт. Рестарт. Все. Рестарт. Все нормально, рестарт прошел успешно. Значит, давайте введем 102.168 и сшел точка PHP. Так, и вот мы видим, что вот в 16.01 произошло движение. То есть, теперь, если мы запустим скрипт, вот видите, сейчас еще раз движение произошло. Вот, окей, рейди. Сейчас еще раз пошевелим. Еще раз, да. Вот, по идее, плюс два еще движения должно быть сейчас. Берем, обновляем у нас страничку, да, вот видите, да, вот сейчас произошло еще два движения. Все у нас замечательно работает. Вот. Есть еще, как бы, вариант это все подключить, чтобы еще на камеру делалось, делался снимок, но у меня, к сожалению, нету камеры, которая бы подключил к Raspberry Pi. Поэтому до лучших времен оставим. Ну, а пока и так все хорошо работает, да, и в базе данных у нас будет движение замечательно храниться. Вот, всегда будем знать, кто к нам, так сказать, проник, да, и прошел в нашу комнату, допустим. Так, ну, что ж, если... Так, ну, давайте теперь я вам покажу, как светит светодиод и... Светит светодиод и реагирует на движение уже на камеру, непосредственно проводя рукой по датчику. Так, ну, что ж, смотрим. Вот у нас три контакта. Мы их подключили. Если смотреть на датчик, справа налево смотрим. Земля, full out и плюс. То есть плюс у нас идет вот на плюс. Точнее сейчас... Так, плюс, вот он у нас плюс идет. Вот плюс подключается на пятый контакт, да. Вот земля идет. Земля у нас фиолетовая. Вот синий out. Out у нас вот как раз на... Подключен на, так сказать, GPO-7. Вот. А вот он диод. Диод подключен. Вот одна ножичка как раз на землю. Вот вторая на... GPO-8. Да, если мне память не изменяет, да, GPO-8. Вот. Давайте запустим скрипт. Так, запускаем скрипт. Все. Значит, что теперь происходит? А ничего у нас не... Вот. Загорелось, видите? Все, диод загорелся. Движение произошло. Я ничего и не делаю. Все. Диод потух. Еще раз. Рукой хоп. Двинул. Диод загорелся. Все. Некоторое время прошло. Потух. Еще раз. Диод загорелся. Потух. Просто он смотрит сейчас в стол. Не очень хорошо как бы реагирует. Но, поверьте, все замечательно. Реагирует. Просто еще задержка в нем. Вот видите? Сейчас подольше подождали. Просто руку поднес. Не трогай его. Все. Нормально догорелся. Давайте еще раз подождем. Какое-то время. Просто подношу. Что-то вообще перестало. Вот. Два работы. Видимо провод отошел. Так. Ну давайте последний раз. Он у меня сейчас в тестовом лечебе. Вот видите? Я даже пошевелился. Ничего не делал. Все нормально. Два работы. Вот провод отошел контактный. Так. Ну что ж, друзья. Вот. На этом видео, я думаю, закончено. Вот. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Вот. Будет много всего интересного. Желаю всем добра, позитива, удачи. Вот. Хорошего настроения. Пока-пока.